Приветствую вас и в вашей истории, в вашей проблеме есть два аспекта. Точнее, даже три аспекта. Первый, это ваше отношение к мужу, то есть то, что вы выступаете для него мамой. Второе, это ваша самооценка низкая и причины ее падения. И третье, это собственное чувство виды. Пожалуй, начнем мы с самого начала. С того, что вы упомянули лишь скользь. Хотя, в действительности, это едва ли не самое важное. Значит, вы пишете, что в этих отношениях с мужем, тогда еще мужем небывшим, вы стали быстрозависимы. Потому что любовь была материнская. Это объясняется тем, что он вырос в семье, в которой он был совершенно не нужен. Из этого можно сделать вывод, что у вашего мужчины есть определенные комплексы заполноценностей. Есть определенные стремления к тому, чтобы быть востребованным, быть желанным. Есть реакционное чувство эгоизма. То есть, когда для человека никто ничего не делает, человек, соответственно, считает, что кроме себя самого, никто больше не способен ничем себя обеспечить. Проблема включается вот в чем. Вы пишете, что стали быстро эмоционально зависимыми. Значит, при условии, что вы любили его как мат, то есть вы его оберегали, вы его ограждали от проблем и так далее. Значит, вот это мешает вам в данном случае нормально к нему относиться, понимать его как мужчин. То есть, основной вопрос, который я хочу вам задать, заключается в том, а почему вы относитесь к мужчине как мат? Почему вам самой нужно, значит, чтобы мужчина относился к вам снизу вверх, смотря на вас снизу вверх. Почему вам нужно, чтобы мужчина во всем от вас зависел? Почему вы желаете, хотите все решать за мужчин? Не является ли данное поведение следствием какого-либо страха? Не является ли данное поведение следствием уже ваших личных отношений, например, с мужчинами до мужа, может быть, с родителями и так далее? На этот вопрос нужно найти ответ. Потому что вы не только были для него, матерью, вам не только нужно было, чтобы мужчина от вас полностью зависел, но это определенно и повышало вашу самооценку тоже. Ведь вы сказали, что самооценка начала падать уже после определенных событий. Значит, пока мужчина во всем от вас зависел, пока вы видели, что благодаря вам у него стало все хорошо и он начал реализовывать свои естественные социальные цели и роли, у вас все было в порядке. Как только мужчина вас, собственно говоря, принял, как вы говорите, принял, то момент сразу поменялся. Вы сразу начали чувствовать себя уязвленной, оскорбленной и так далее. При этом, понимая, что мужчина зависим от вас, мы не могли не знать, что человек зависимый является слабым, является внушаемым. И если могли что-то внушить ему вы, а вы смогли внушить ему, чтобы он лишился, то значит кто-то другой также сможет ему что-то внушить. Значит, соответственно, нужно спросить себя, почему изначально вас устраивало материнское отношение к мужчине? Для чего оно вам лично нужно, это материнское отношение? Материнская позиция. Потому что в зависимости от того, что она, эта материнская позиция вам дает, можно и делать выводы относительно того, что вы потеряли. Если это уверенность в себе, если это контроль, то соответственно. Уверенность в себе при отсутствии благоприятных для нее обстоятельств рождает неуверенность. А неуверенность – это всегда сомнение в чем-либо относительно себя. Попробуйте подумать, в чем вы сомневаетесь, в чем вы чувствуете себя недостаточно сильный, недостаточно реализующийся. И эти моменты вам нужно проработать. То есть поставить себе определенные цели в этих направлениях, распить их на задачи и в соответствии с этим, с ними, с задачами, да, организовать свою деятельность. По последовательному повышению своей уверенности в себе. это в том, что касается материнского отношения. Дальше. Возможно, как женщина, вы стремились к тому, чтобы вот такой мужчина был с вами. Такой, я имею ввиду, напасть себе ребенка и аффекты. Вас привлекает такой мужчина, такой тип мужчины? Если да, то тогда получается, что вы недостаточно сильно его подчинили себе, своей воле, что он вас предал. Значит, как лидер в отношении, как ведущий, вы тоже не справились в своей руле. В чем это проявляется? Проявляется это в том, что вы попытались взвалить на себя ответственность, то есть не на себя, прошу прощения, на мужчину. Пытались взвалить ответственность на мужчину за то, на что он ответственность в принципе нести не мог, а именно защиту. по определению отношений, где женщина – это мать, а мужчина – это ребенок, мужчина не может защитить свою мать, потому что мать его все время защищает. Тем более, что вы знали о том, что ваш муж, бывший муж боится своего брата, боится своей семьи и вряд ли он станет вас защищать. Тем не менее, вы от него потребовали защиту. Вы ожидали от него защиты? Не значит ли это, что к концу вашего формального брака вы осознали для себя, что материнская роль в отношениях не для вас? Значит ли это, что вы в отношениях с мужчиной теперь хотите все-таки в большей степени от него зависеть, нежели чем доминировать? Я означаю, что сейчас у вас есть некий блок. Тогда по привычке вы вроде бы тяготеете к своему мужу, потому что знаете его хорошо, знаете его как облупленного, да, он со своими недостатками, да, у него свои минусы, но вы его знаете. Вы знаете, чего от него ожидать, по крайней мере. Да, у вас есть к нему негативные эмоции, но тем не менее. А новый мужчина вас может как бы удивить, удивить неприятно. Более, что вы видели его брата, который относился к вам негативно, относился к вам плохо. И вы сейчас, по вашему описанию, находитесь на неком законе в переходе от материнских позиций отношения на позиции либо разного партнера, либо партнера зависимого, партнера ведомого. Осталось понятно, чего вы хотите, какую позицию вам хочется занимать, и какие есть препятствия на пути к этим позициям. И тут вопрос невольно упирается вообще в женское поведение и в то, что вы считаете идеал женского поведения. Вот вы были матерью в отношениях, и вы, как мать в отношениях, вели себя в соответствующим образом. Следует полагать, что тогда, в тот момент, именно такое поведение, поведение доминирующей женщины, вы считали наиболее правильным для себя. По крайней мере, не отдавая себе от счет в этом, мы его придерживались. Соответственно, сейчас, когда это поведение не привело ничему хорошему, вам нужно выбрать для себя один из вариантов. Либо вы свое поведение меняете, и тогда вы переориентируетесь на другое поведение, предварительно выбрав образ своего поведения, в зависимости от того, что вам нравится, что вас устраивает, что вас привлекает, что вас интересует и так далее. Либо вы просто напросто ищите мужчину другого, который бы более, так сказать, преданного подчинялся. Но понимаете, в чем дело? Ваш мужчина, будучи человеком комплекса, как бы оказался в плену обстоятельств, по неволе привыкнув подчиняться. То есть, это не волевое решение у человека отдать решающую роль в отношениях женщине. Это именно безысходность. Отсутствие выбор не позволяет мужчине вести себя по-другому. Он уже не умеет. Но, тем не менее, как и любой человек с подавленными желаниями, ваш мужчин хочет как-то себя проявлять. И он проявляет себя. Все. Ну, вот в таком вот отношении, что когда к нему относятся как к ребенку, он чувствует себя ненужно. Потому что для него такое отношение всегда ассоциировалось к негативу. И, по сути, вы дали ему то же, что и семья. То есть, для него семья ассоциируется с негативом. Он ей не нужен. И вы тоже очень быстро начали ассоциироваться у него с тем же самым. И он вас представил сыне. При этом мужчина очень четко дал вам понять, что ему нужно, чтобы был нажат, чтобы был страх потерять. Подумайте, вы готовы вести себя так, независимо там, вновь как-то доверять ему и так далее. Если да, то решать здесь вам. Тем не менее, завершая тему материнского поведения, хочется сказать так. Что основной вопрос, который вам нужно себе задать. Видите ли вы будущее для мужчины? Судя по всему, нет. Потому что слишком много у вас было негатива. И если вы не видите для будущего, то какое будущее у вас вообще с мужчинами, по вашему мнению? Какую позицию вы хотите занимать? И в зависимости от ответа на этот вопрос, Вы старайтесь наметить себе ориентиры по деятельности. Для того, чтобы добиться соответствующих целей. Теперь немножечко о предательстве. Вы пишите, что у вас мужчина предал. Вы пишите это подтверждением, без омнения. Вы считаете его предателем. Но так ли это? Может быть, именно в силу того, что вы воспринимаете человека как предатель, Вы надеетесь, что он изменится. Может быть, именно поэтому вы его воспринимаете как объект любви еще пока. Проблема заключается в том, что он вас, судя по всему, не предавал. И вот почему. Как мы уже сказали, мужчина обладает определенной внушаемостью. И эта внушаемость человеку позволяет прислушиваться к мнению других людей. И человек был исламен, потому что он сам не мог, грубо говоря, существовать. Существовать не мог он как самостоятельный мужчина. Он мог только быть ведомым. И, соответственно, он был исламен, потому что ему было удобно. Когда вы попросили его сделать то, что ему неудобно, а именно защитить вас, он этого не сделал. Вы его этим уязвили, вы выставили его не самостоятельным. И, соответственно, мужчина понял, что его интересы вы ущемили. И как только вы ущемили его интересы, он хладнокровно совершенно от вас отказывается. Предлагает развестись, разводится, он оставляет все так, что это нужно вам. Все это свидетельствует о том, что он придерживался своих интересов. Своих интересов человек придерживался при общении с вами. Это значит, что он не был эмоционально вовлечен в отношении с вами. Это значит, что он просто позволял вам быть с ним. Это значит, что он не раскаивался и не раскаивается в том, что сделал. А это означает, что нет какого-то внутреннего барьера, внутренней эмоциональной вовлеченности в то, что между вами происходит. Предатель – это тот, кто осознает то, что сделал. Предатель – это тот, кто жалеет, кто раскаивается. Вот именно такого человека можно воспринимать предателя. Такого человека можно обижаться. Такому человеку можно испытывать все то, что вы испытывали. Но, поскольку мужчина не раскаивается, значит, он был не тем, кем вы его себе представляли. И когда вы испытываете всю вот эту вот палитру чувств, вы испытываете ее не к человеку, который есть, ну, который существует, а к человеку, которого вы сами себе нарисовали. К человеку, которого вы создали в своем воображении, в своем сознании. Да, на основе реально существующего человека. Да, у вас есть и был фундамент. Но этот фундамент, этот реальный человек совсем другой. Тот, кто вас предал, недоинтересован в том, чтобы вам было хорошо. Его интересует только собственный и личный интерес. И, соответственно, все эти чувства, которые вы испытываете, это чувства иллюзорно созданной личности. Возникает вопрос, а что же заставило вас дорисовать желаемое качество человека? Человеку? Что заставило вас не принять реального человека, а как бы все время оставлять для него лазейку, для него возможность к тому, чтобы исправить его? Чтобы стать тем, кем вы его видите, кем вы хотите его видеть, отчаянно хотите видеть. Для чего вам это? Что вы хотите этим поведением для себя получить? Ведь вам нужен этот мужчина. Получается так, что вам нужен мужчина, зависимый от вас, преданный вам, ведомый вам. Почему вы хотите, чтобы с вами был именно такой мужчина? Хотите настолько, что игнорируете реальные проявления человека? Игнорируете его откровенную, короткую заинтересованность в вас. Что заставляет вас так делать? Что заставляет вас игнорировать реальный мир? Дальше мы переходим постепенно к самооценке. Самооценка у вас начала падать после того, как, значит, вот, мужчина вас спросил, прибыл, банк не пишетил, а потом привел в сожительницу и вы начали сравнивать уже ее с ней. Вот, вы знаете, в чем проблема? Дело в том, что вы, как мы уже сказали, создали личность, дорисовали ему какие-то черты личности, мужчине. И ориентируясь на эти черты, вы пытаетесь понравиться этому иллюзорному человеку. Человеку, которого не существует. Чтобы понравиться человеку, которого не существует, нужно самой стать такой, который не существует. То есть вам, чтобы ему понравиться, чтобы быть для него всем, самой лучшей, красивой и единственной, нужно стать кем-то другой. Не собой. Не той, кем вы являетесь сейчас, на данный момент. Так вы понимаете, парадоксально данное утверждение намекает на то, что вы боретесь с призраком. Вы пытаетесь понравиться призраку. И вы равняете себя с призраком. Вы пытаетесь равняться на желание, на требования, на предпочтение именно призрака, того, кого нет. И поэтому, естественно, это сражение вы проигрываете. Потому что равняться-то нужно на желание реального человека. А реальному человеку, вашему мужчине, нужна та женщина, которая его ни во что не ставит. Потому что это единственный для него, судя по всему, образ позитивного поведения и позитивного отношения. И которая при этом ни во что его не ставит, сама всем заправляет. И еще. Но для вас, нуждающийся в мужчине, как ваш муж, это невозможно. И, соответственно, вы и не можете стать той, с кем ваш мужчина будет. Потому что вам-то нужно совершенно другого. Вы не такая, как его женщина, его сожительница. Вы совершенно другая. У вас разные, принципиально разные принципы отношения к жизни. Если его, женщина, это уверенная в себе, эгоистичная, которая вот попользовалась им и бросила его, да? То вы хотите в этом мужчине, который вам предан, который от вас зависит. Вы хотите находить в нем успокоение для самого себя. Вопрос в том, успокоение в чем хотите находиться. Это тоже вопрос другой, но тем не менее. И понимаете в чем дело? Получается, что вы равняетесь носу и пытаетесь заняться без себя в той, которой вы и близко быть не можете. Вот никак вы не можете быть таким же человеком. Хотя бы потому, что вы слишком много осознаете. Хотя бы потому, что раз вы пытаетесь решить проблему в данный момент, то вы осознаете, что эта проблема есть. И несмотря на дефицит, вы пытаетесь найти в себе средства для того, чтобы компенсировать недостаточное осуществление ваших желаний. А ваш мужчина и его женщина этого не делают. И ваш мужчина, и его женщина руководствуются тем, что у них дефицит. У одной дефицит моральных норм искренности и любви. У другого дефицит самостоятельности, дефицит достаточной самооценки, самосознания, самодостаточности и уверенности в себе и альтруизма, то есть направленности на других людей, а не на себя самого. И из-за этого эти люди ведут себя подобным образом. То есть негативно, потребительски и приступают все моральные границы. Именно потому, что у них дефицит своих потребностей. Именно потому, что в душе они оба несчастны и они не осознают этого. Вы осознаете и вы стараетесь что-то в своей жизни изменить. И именно поэтому вы не такая, как они. Соответственно, вам с ними, с этими людьми делать нечего. И вы с ними вряд ли когда-либо сойдет. Следующий аспект, и это аспект, если мне память не изменяет, последний, значит, это аспект, собственно говоря, чувства вины. Проблема, которую вы сейчас в данный момент называете основной. Проблема, которая в данный момент является для вас наиболее значимой. Что происходит, когда человек берет ответственность за то, что в принципе от него не зависит? Давайте по тексту вашего письма пройдемся. Значит так. Вы пишете, что вас сожгло чувство вины. Вы осознаете, что, значит, он не способен вашему мужу выполнять роли отца и мужа. Вы любите его, но он вами манипулирует лечением. И вы боитесь, что психическое здоровье в этих условиях не выдержит. Ни ваше здоровье, ни здоровье ребенка. Соответственно, почему вас мучает чувство вины? Собственно говоря, из того, что вы написали, можно сказать так. Что вы привыкли помогать человеку. Вы привыкли видеть его, значит, Зависимым от себя. Как мать, какой вы были в отношении с ним. Вы считаете и считали, что он находится на вашем попечении. Потом, когда он вас бросил, он был без вас. Как мать, вы восприняли этот отрыв своего ребенка. Ну, это мы про мужчину говорим. От себя. И то, что с ним сейчас происходит, вы считаете вашей ответственностью. То есть то, что вы потребовали от него вас защитить. То, что он вас бросил. То, что он сами развелся, оскорбил, унизил. Изменил вам и так далее. А сейчас вам дезинфицируют. Все это вы считаете своей виной. Своей ответственностью. Мол, ребенок, который вы своего мужа считали. Ну, вот сам по своему умению, по своему разумению пытается жить. И, естественно, себе вредить. Далее вы испытываете чувство визы за то, что, значит, раз у него проблемы с здоровьем, за которые опять-таки вы несете ответственность. А, по вашему умению. И из-за которых мужчина не может иметь нормальную семью. То и вы сами себе отказываете в ваш счастье. Вы считаете, что когда ему плохо, вы в этом виноваты. Вы знаете, есть два момента, которые я хотел бы вам сказать. Первое, это то, в чем вы, собственно говоря, действительно несете ответственность. Это, в принципе, уже было озвучено. Ответственность вы несете только за то, что потребовали от него того, чего, в принципе, нельзя требовать от мужчины в данной роли. А именно, защитить вас. Простите, я здесь повторюсь. Мать защищает своего ребенка, а не ребенок свою маму. И вот то, что вы попросили своего мужчины вас защитить, говорит о том, что те отношения, которые вы выбрали для себя идеалом, не являются правильными. Да, вы в них побыли. Да, вы ощутили на себе, что это значит быть матерью. Человека, который этого не ценит. И вы поняли, что, скорее всего, это не ваше. Потому что вас и ребенка нужно воспитывать. И два ребенка, простите, вам не нужно. А это значит, что вы повернули в сторону более классических и равноправных отношений с мужчиной. Но давайте спросим себя прямо. Виноваты ли вы в том, что вы хотите быть женщиной с мужчиной? Что вы хотите быть защищенной? Что вы хотите чувствовать себя в надежных руках? Что вы хотите чувствовать определенную стабильность? Виноваты ли вы в этом? Вряд ли. Потому что любая женщина, каждая женщина, хочет чувствовать то же, что и чувствовали вы. Что вы хотите чувствовать. И то, что вы это осознали, на самом деле не делает вас виноватой в том, что мужчине плохо официал. Мужчина, как раз таки, сам своими действиями привел себя к такому состоянию. Это его выбор болеть. Это его выбор не иметь полноценной жизни. Ведь на него кто-то давил, кто-то заставлял ему. Кто-то заставлял его не лечиться. Нет. Напротив, вы предлагаете ему лечение. Но он не хочет. Почему? Потому что если он будет лечиться, то он будет делать что-то не для себя, по его мнению. То есть он себя не ценит. Он себя не любит. Он о себе не заботится. А раз человек о себе не заботится, раз человек себя не любит, как же его можно любить? Как же о нем можно заботиться? Если человек хоть чуть-чуть не хочет нести за себя ответственность, как за него кто-то может нести ответственность? Ведь человек сам не хочет этого делать. Он моментально разрушится то, что вы сделали. Поэтому нужно понять, что ваш мужчина пришел к этому сам. И он не заботился о себе сам. И он не заботился о себе. Ведь он мог это делать хотя бы ради вас. Но он и этого даже не делает. Он манипулирует вами, чтобы вы были с ним, чтобы ему было хорошо. Только тогда он обещает вам лечиться. Но ведь здоровье – это не то, чем можно торговать. Ваш мужчина, к сожалению, эгоист. И как любой эгоист, он руководствуется своими интересами. Но интересами достаточно мелкими. Потому что интеллектуальное развитие не позволяет человеку найти достаточно далеко, чтобы понять, что если будет здоровье, то будет все остальное. Нет. Мужчина предпочитает брать 10 фишек. Игнорируя здоровье. И в этом случае вы не несете ответственности за него. Потому что и его интеллектуальное развитие, и его отношение к себе и к вам, и к людям, сформировалось задолго до того, как вы с ним пересеклись. И вы поставили это его отношение в полной мере на себе. Мы поставили в полной мере то, как человек воспринимает и себя, и других людей. Пожалуй, в том, что касается непосредственно мужчин. То есть, вот что насчет... Почему, мне кажется, что вы не имеете права начать? Если мы плохо, то, пожалуй, в этом контексте я ответил. Почему вы чувствуете ответственность за сень, бывшего мужа, в принципе, ответил тоже, хочу сказать вам главное. Если раньше вы немножечко заблуждались относительно своего места в отношениях мужчин и женщин, то сейчас вы осознали, кем вы действительно хотите быть. Вы поняли, что роль матери не для вас. По крайней мере, роль матери для взрослого мужчины. Может быть, вы сейчас не понимаете до конца, почему. Так. Но вы понимаете, что эта роль вам не подходит. Она не дала вам ничего, кроме негатива. И ответственность за жизнь вашего бывшего мужа, которая раньше была в рамках позиции, которую вы занимали по отношению к нему, сейчас идет по инерции. Вы сменили свои идеалы, но по инерции на скорости еще двигаетесь не в том направлении. Что касается предательства и что касается еще одного существования вины, то видите ли, какой момент. Человек чувствует себя ответственным за то, в чем он не ответственен на самом деле, тогда, когда он не может нести ответственность за самого себя. Вот человек не может нести ответственность за себя, он чувствует ответственность за другого человека. Потому что это так, он как бы говорит, ну вот я ответственность за другого человека, я не могу, и поэтому я могу не нести ответственность за саму себя. В общем случае, вы сами не несете за себя ответственность, в каком ключе. Вы, с одной стороны, не можете мужчину оставить до конца, и с другой стороны, вы и вместе с ним точно быть не можете. И не можете вы с ним быть вместе, потому что мужчина в этом не заинтересован, по крайней мере на ваших условиях. А просто его вы не можете из-за того, и немного устаревших глядов на жизнь и на мужчину, и на себя. И вы не можете сделать выбор, окончательный выбор. Раз человек не может сделать выбор, значит он не может нести за него ответственность. Раз он не может нести ответственность за свой выбор, значит, человеку нужно нести ответственность за что-то другое. И ответственность за вашего бывшего мужа, которого вы несете, по вашему мнению, вы несете именно как оправдание невозможности самой сделать выбор для себя. Прямо если вы сделаете выбор для себя, а вы знаете, какой выбор вам нужно сделать, то вы уже не будете ответственны за своего мужа. Одно другое исключает. Только пока вы сегодня по другим человекам, по ряду неправильных установок, по ряду неправильных понятий, по ряду неправильных выводов. А главное жить с собой. И не думайте, что у мужчины, который оказался сейчас в плачевном состоянии, оказался в этом состоянии по вашей вине. В действительности не было никакой вашей вины. Было использование изначально вас. И было ваше прозрение. Прозрение как женщин, когда вы поняли, чего вы действительно хотите, и этого не получили от мужчин. И вот на этом стоит заострить внимание. Дальше. Не предаете ли вы его своим решениям? Ну вы знаете, ответить на этот запрос, несмотря на его простоту, достаточно сложно. Однозначно. Конечно, хочется сказать, нет, не передаете, но это было бы не так. Почему? Да потому что вы сами себя поставили во внутренний барьер. Внутренний барьер в том, что вы ответственны за мужчину. И если вы, думая, что ответственность за него начнете устраивать свое счастье, то да, это будет предательство. Потому что вы будете раскаиваться, потому что вы будете чувствовать вину, вас это чувство вины будет мучить, и вы в итоге будете ощущать, что вы его предаете. И вы будете его предавать до тех пор, пока вы будете так чувствовать. Сперва нужно избавиться от понимания того, что вы ответственны за то, что с ним случилось. Надеюсь, все, что я вам сказал, поможет это сделать. И если вы избавитесь от ответственности за мужчину, если вы поймете, что не вы ответственны, а он сам. Что он всеми своими действиями на протяжении всей своей жизни с вами и до вас практически, фактически, все к тому, чтобы получить то, что с ним сейчас произошло. Вот когда вы это поймете, когда вы перестанете обратно с себя ответственность за человека, которому ваше мнение вообще не интересно, который не прислушивается к вам, который не нравитесь к вам и не ценит вас, Который воспринимал вас, как атрибут своей успешной жизни, который откровенно боялся вас потерять, потому что понимал, что без вас он никто, если вы вот тогда его оценили, да? Пока вы этого не поймете, вы будете чувствовать себя предатками. Но в действительности, и поскольку вы не ответственны за него, за его жизнь, в действительности, и поскольку вы поняли сейчас, ну, точнее, вот тогда, в тот переломный момент, что вы не можете и не хотите, видимо, быть матерью для мужчины своего. Но вы поняли, что это такое, по-настоящему быть матерью для своего мужчины, и вы понимаете сейчас, что вы, если хотите быть матерью во многом настоящем мужчине, классическим мужчиной, точнее, то нет. Вы не придаёте своего мужа, вы позволяете ему быть тем, кем он всегда был, позволяете ему быть тем, кем он хочет быть, позволяете ему познать плоды того, что он получил в результате своего поведения, такого, как он хотел. А сами вы, сами вы позволяете себе быть самой собой. Сами вы позволяете себе жить так, как уже хочется вам, преследуя свои интересы, свои взгляды, которые интересуют уже лично вас. И никакого предательства в этом нет. Ну и, уж выражаясь совсем житейски, используя такие простые достаточно слова, можно сказать так. Вот вы считаете, что мужчина вас предал, да? Что является предательством, точнее, не так, что представляет собой предательство с точки зрения социальных отношений? Вот, просто попробуйте себе это представить в виде модели. Есть социальные взаимодействия в социуме, в котором люди несут взаимные права и обязанности. В этом социуме появляется человек, который считает, что у него есть одни права и нет обязанностей. Такой человек, в силу того, что он выбивается из социальных связей, рано или поздно, окажется вне социума. То есть, по сути, все то, что происходит с вашим мужчиной сейчас. Мужчина считает, что у него есть права и нет никаких обязанностей, и он оказался вне социума. Вне социума он оказался вне социума, вне социума, вне социума, этот человек остался. Помоги? Потому что другие люди, которые оказались вне социума, никак друг с другом не связаны в силу отсутствия связи вне социума. Каждый из них вне социума сам по себе. Я надеюсь, что это понятно. А что случилось с теми людьми, которые находились в отношениях с этим человеком, когда он еще был в социуме? Они же ведь находились вне социума. Но потом этот человек из этих отношений вышел, оказавшись вне социума. А люди-то остались там еще. Их там удержали отношения с другими людьми. Именно они не позволили этим людям оказаться также вне социума. И эти люди, оставшись там, в социуме, среди других людей, естественно начали соприкасаться с другими людьми. И рано или поздно они вступят в связь. В нормальную, полноценную, здоровую связь со своими правами и обязанностями, которые не могли построить с тем человеком, который оказался вне социума. Является ли это предательством? Ведь человек вначале сам себя поставил вне социума. Другой человек, оставшись в социуме, продолжает там жить и, естественно, образует новые связи. Это нормально. Это естественный закон жизни. Поэтому, отвечая на последний вопрос еще и так, можно сказать, что нет, вы не предаете своего бывшего мужа своих решений. Ну и, чисто формально, он бывший муж. И он не говорит, что хочет сделать вас своей женой. Он не говорит, что хочет с вами семью, судя по всему. Только на его условиях, на его эгоистичных условиях. То есть ни о каком завоевании, возвращении вас речи не идет. Он дальше не изменился. А это значит, что он до сих пор ваш бывший муж, который отчаянно хочет, чтобы вы продолжали для него что-то делать, но желательно без обязательств супруга. Они ему не нравятся, они его тяготят. И такой человек, который не хочет строить нормальные отношения, он с точки зрения социальных взаимодействий, никак не препятствует вам построению новых нормальных отношений. Ведь вы, по большому счету, уже давно перестали относиться к нему, как к мужчине. Вам не уважают, вы ему сочувствуете, и, вероятно, с его путаете это с любовью. Потому что нельзя любить того, кого вы жалеете. А вы его жалеете, судя по всему. Это очень явно видно, что вы его жалеете. И потому нет никакого предательства. Нет никакого предательства потому, что и предавать нечего. Нет ничего такого, что можно разрушить предательство. Все и так давно разрушено. А если быть точным, то с его стороны никогда не было ничего построенного. А вы одно время обманывали себя, думая, что что-то есть, что что-то построено. И, живя иллюзией отношений, иллюзией неких конструкций, вы думали, что у вас есть что-то, что можно разрушить, что-то, что можно предать. Но в действительности ничего этого не было. Поэтому и предавать вам тоже нечего. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вдруг вы хотите продолжить общение, пишите. Будет нас помочь. Пока. На этом все. Желаю вам удачи. И всего доброго.